Это старый Бердск. Так он выглядит большую часть года. А таким его можно увидеть по весне, в период сброса воды из обского водохранилища. Место, на котором когда-то процветало и навсегда ушла жизнь, теперь будоражит умы людей разных возрастов и профессий. Однако не каждый исследователь приходит сюда подготовленным, а неконтролируемый интерес приводит к тому, что предметы прошлого ищут даже на месте старинного кладбища. В этом году Бердская администрация объявила о старте работ по сохранению исторического наследия Старого Бердска. Начали с кладбища, которое в прошлые годы подвергалось вандальным действиям. В этом году мы с группой волонтеров установили предупреждающие таблички о том, что в этом месте когда-то находилось кладбище. Цель таких табличек – предотвратить или предупредить людей о том, что именно на этом месте не стоит искать каких-то артефактов. Табличек было установлено 10, они были изготовлены администрацией. После установки мы неоднократно выходили, проверяли их наличие. Если где-то табличка упала или покосилась, мы ее поправляли. Таблички стоят буквально несколько дней, но уже можно сделать выводы, что они свое действие оказывают. Помимо установки табличек была запланирована работа по изучению фундамента Сретенской церкви с привлечением архитекторов. Однако такая задача предполагает уровень воды ниже, чем в этот сезон открытия Старого Бердска. В комплексные меры по работе на территории также входят планы по наведению порядка на острове Умовском или по-другому Змеином. За последние десятилетия остров был изрядно замусорен отдыхающими. Мы сюда приехали в рамках работ по сохранению историко-культурного наследия Старого Бердска. Хотим почистить этот остров от мусора и, конечно же, привлечь внимание к этому острову. Мы видим, что с каждым годом деревья повалятся, то есть море забирает часть острова. И вот этой акцией хотим привлечь внимание к тому, что через несколько лет этот остров море у нас заберет. Территория Старого Бердска не имеет статуса охраняемого культурного объекта. Растущий интерес к этому месту влечет как положительные, так и негативные последствия. Начатая работа – первые шаги на большом пути. И есть лишь несколько недель в году, когда оперативность в вопросах сохранения исторического наследия определяет его будущее.